Давайте, что у вас там еще? Ну вот эти вот, тоже очень красивые, да. Рисовать шерсть у Радмилы Илфимова научилась всего несколько месяцев назад. Но Бичанка уверена, ее работы достойны, чтобы люди их увидели. Я сама была на мастер-классе. Были мы с дочерью и стали делать эти картины. Мне это очень нравится и хочется поделиться этим мастерством. И я преподаю мастер-классы. И у меня уже много желающих, которые хотят этому научиться. В выставочный зал города ежедневно спешат женщины с сумками, пакетами, коробками. В день до 20 человек. Приносят вещи, которые буквально ошеломляют своей красотой. Ольга Зайцева очень любит природу. За границей она никогда не была, да и не планирует. Поэтому решила морское побережье создать собственноручно. И навсегда поселить его в своем доме. Бунгало, лежаки, пляж – все из натуральных экологических материалов. Техника, в которой выполнена работа, так и называется – экопластика. Простая профессия. Я, в принципе, мою полы, потому что позвали в Дом творчества. Дочь сюда водила. И руководители Яна Валерьевна, Тамара Александровна меня позвали. Не хочешь ли подработать? Все равно, говорит, ребенка сюда водишь. Ну, я говорю, ну, в принципе, пойду. Освободившись от мытья полов, Ольга превращается в творца. Вместе с младшей дочкой в Доме детского творчества осваивает керамопластику. А со старшей несколько лет назад научилась эко-пластике. Теперь творческая семья путешествует, не выезжая из дома. Дома собирались. Мне мама помогала делать эту картину. Это мы назвали ее «Алой полосой». Работа, точнее ее отсутствие, подтолкнула к рукоделию и другую нашу героиню. Вязать Надежда Галеева начала с малых лет. И вот теперь эти навыки пришлись как нельзя кстати. Вязанием я увлекаюсь давно. Непрофессионально это с шести лет, как мама меня отдала в кружок. Так вот, по жизни это мое самое большое увлечение. Крючок и спицы. Ну, сократили с работы. И вот и стала заниматься. Последние два года я профессионально, можно сказать, занимаюсь этим, так как не работаю. Это на заказ. Все вещи связаны. Выставка откроется 27 ноября. В этом году участницы несут более изысканные и серьезные работы. Упор делают не на количество, а на качество. Появились и совершенно новые техники. Например, создание картины стразов. Напоминает вышивку крестом, только удовольствие в разы дороже. А еще на эту выставку свои работы предлагали мужчины. Им отказали. Все же выставка ко дню матери, да и называется она «Чудо рук женских». А для организаторов это хороший сигнал. Почему бы не придумать что-то подобное и ко дню отца. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Будни.